Здравствуйте! Врачи прошлого при постановке диагноза не использовали хитрых лабораторных штуковин и справлялись со своими обязанностями. Например, анализируя мочу пациента, они оценивали ее на вид, запах и вкус. Да-да, они даже якобы пробовали мочу на язык и поэтому зарабатывали весьма неплохо. Но как же можно оценить на внешний вид человеческую мочу? В нашей урине содержатся некоторые продукты распада гемоглобина – урохромы, обеспечивающие моче ее естественный цвет, который колеблется от светло-соломенного до насыщенного желтого. На нормальный цвет мочи влияет количество урохромов, что в свою очередь зависит еще от массы факторов – от диеты, от количества потребляемой жидкости, от климата, физической активности и других каких-то. При обильном мочеотделении урина очень светлая, а при дефиците жидкости или в жаркую погоду она становится концентрированной и, следовательно, насыщенно желтой. Также на цвет мочи могут влиять содержащиеся в ней соли. При их избытке моча не только теряет свой нормальный цвет, но и становится мутной. Но моча рассматривается не только по цвету, но и по прозрачности. Если моча нормального цвета, но она мутная и с хлопьями, то такие хлопья и муть могут быть признаком воспалительного заболевания в мочевых путях. А примеси обусловлены наличием лейкоцитов и эпителиальных клеток вместе с белком. Проще все это называется гной в моче. А наличие обильной пены в большинстве случаев – это избыток белка в моче. А пена желтого цвета говорит о проблемах с печенью. При каких-то патологиях моча может быть красного цвета. Это является результатом подмешивания крови к моче. При этом урина будет не только красная, но и мутноватая. Алый цвет говорит о том, что в моче присутствуют неизмененные эритроциты. Интенсивность бывает разная – от насыщенного алого до цвета мясных помоев. Моча может иметь малиново-бурый цвет, и это будет означать примесь к моче гемоглобина. В большинстве случаев это является следствием отравлений. Иногда моча окрашивается в красный цвет при употреблении в пищу некоторых красных пигментов, например, свеклы. Но урина при этом абсолютно прозрачная. После поедания свеклы урина может быть красноватой даже в течение двух-трех суток. Иногда моча может иметь коричневатый цвет. Это обусловлено большим содержанием продукта распада гемоглобина. В норме данное вещество в моче отсутствует и появляется при патологии печени. Интенсивность окрашивания может быть от янтарного до темно-бурого. Если моча насыщена желтого цвета, значит в ней большое содержание урохромов. Возникает такое явление при обезвоживании. Также такой яркий желтый цвет может быть следствием приема поливитаминных комплексов. Патологически какой-то несвойственный цвет мочи может говорить о серьезных проблемах со здоровьем. Поэтому если моча стала красной, коричневой или какой-то зеленой, стоит обратиться ко врачу. Продолжение следует... Продолжение следует...